приветствуем вас господин игольников в российской федерации рады вас видеть как перелет поздравляю тяжелой нет почему нормально посмотрел пару фильмов поспал поел хорошо ну как говорится примите поздравление с очередной медалью с первенство мира она для вас уже 3 до 2 2 у вас была золотая медаль 66 килограмм и бронзу и бронзы сегодняшнего дня ну так сложилось что так многие говорят что ты один из титуловенщик кадетов российской федерации сюда до 4 чемпионата европы две медали 33 извиняюсь 3 до переста европы две медали с переста мира однако вот ситуация так сложила что тебе не удалось как бы второй раз о чем чемпиона мира с чем ты связываешь вот эту ситуацию можно ли это отнести к судейским каким-то недочетом связи с новыми правилами до которые сейчас видены или это просто чисто твоя какая-то тактическая ошибка как бы там очередь так что много факторов удачи сложились там то есть получилось того очень расстроился не ну конечно я не обрадовался ну и не ты делал сам или все-таки с господином гладченко с тренером какие-то или ты будешь еще рассматривать все свои поединки со своим тренером у чему я сделал первый вот первый начальный анализ я сделал самостоятельно после схватки вот потом естественно сделал анализ и стиль на сборной и с личным тренером я приеду и еще буду работать очень много по этому поводу чтобы не повторилось в дальнейшем еще раз такая же ошибка ну к слову сказать я вот видел смотрел как ты проходил по поединкам у тебя там все предварительные встречи ты чисто выигрывал и фонами буквально в течение первой минуты напротив твой соперник до канадский дзюдоист в основном все поединки выиграл за счет замечаний но это судейская ситуация да мы ее рассматривать не будем сегодня а если бы сейчас у тебя была возможность переиграть вот поединок финальный или распечатанную машину ты будет по-другому себя повел ты бы как-то не знаю не стал бы осторожней сразу только для авиапассажиров приятного вам пути у тебя 18 лет до следующий год ты еще следующий год попадаешь в команду кадетов да нет нет в следующем году только юношевские олимпийские игры которые проходят в Китае по кадетам ты больше бороться не будешь или как ли в этом году еще планирую поехать на гейнадзиадов кубок министерства ну для тебя уже ты себе личный выбор какой-то сделал ты будешь продолжать такую профессиональную карьеру спортсмену просто ну это я уже решил давно так бы это не не спаривается да уже все точно 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 через три года олимпиады думаешь об этом хочешь поучаствовать попасть ну как моменты в себе таких чувствуешь силы все-таки попробовать попасть в олимпийскую команду конечно если так прям говорить конкретно это пока что очень тяжело и на грани пока что на грани того что нереально ну буду стараться тренироваться на том чтобы это все привести в реальность что или кто тебе помогает для достижения твоих целей поддерживает тебя семья тренера друзья можешь немножко сказать ну кто вдохновляет в первую очередь тренер это прежде всего вообще залог всех моих побед тренер родители также естественно всегда помогают рады друзья всегда поддерживают скажи мне пожалуйста таки еще последние два вопроса быстрых значит твоя заветная спортивная мечта твоя заветная жизненная мечта ну и для такого для для развлечения анекдот свеженький расскажи нам ну ты или летел 20 часов тему подать а я вам уже что-нибудь расскажу ну конь ты 20 часов летел они тут не рассказывали я фильм смотрел а хорошо ну давай тему про туристов 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 нет не тот не то время для анекдотов мне кажется ладно хорошо еще вопрос как ты сейчас будешь после вот этого перелета то есть такого старта достанавливаться сейчас я сяду в самолет и еще раз полезу домой приеду поеду в город там нет ни связи хорошо поеду буду восстанавливаться спасибо большое удачи тебе Михаил спасибо спасибо